доброй ночи друзья я сегодня чуточку выпал из youtube немножко был занят но ничего я думаю вы меня не потеряли у меня на канале хватит что смотреть ой-ой-ой эти бочки эти бочки меня услышали начали бегать гусятки все растут то единственное что мне нравится это большой серый гусенок скорее всего полностью ослеп у него и так были вот такие манюсенькие глазки как бусинки ну в этих вот стандартно все у него такие были маленькие-маленькие а сейчас они прям какие-то то ли прямо слизятся ну короче короче не знаю пока он здесь в закрытом помещении он ориентируется в пространстве потому что он знает где кормушка где поилка вот он лежит а вот если его выпустить во двор помните была в прошлом году маленькая такая белая уточка и я ее к кормушке постоянно таскал но короче толку с нее не получилось не знаю как будет с ним но пока вот так эти мамонтята уже прям такие вот хорошенькие у этого начали крылья расти и им как всегда вот это ячмень он уже начинает выпускать колос вот видите какие тоненькие эти короче как то так у нас был дождь но промочила максимум три сантиметра грунта но знаете пшеница находится корневая верхнем слое так что есть вероятность что граммульчику пшеничку намочила но хоть что-то и на этом и на этом спасибо меня тут ничего нового ничего не меняется поэтому просто небольшой я не виноват вы опять ушали небольшой обзорчик ночной ну вот так на уже уже знаете уже становится жесткие жесткая стебель и совсем скоро будет несъедобная для русей я просто для маленьких я просто туда открою дверь и большие руси за пару мы за неделю все сожжем так что ничего не пропадет но зерно мы там выращивать не будем ну я имею ввиду на полос оставлять не будем пока зеленая пусть едят ну я ничего не буду на полош燙endes ну я обиду ну я понимаю что всё что вы получите palace пусть едят в мягко ну я теперь じゃ мамонт что и в кадр не вмещается утятки тоже прям красотунчики очень не нравятся но вот нужно бы их тоже разделить на улице холодрыга и я не знаю куда их выносить вот поэтому я вам и говорю что я больше не хочу никого выводить и это так и будет единственное кого будут выводить это перепелом с цыплятами цыплятами закончил но то что я сказал что не буду выводить это не значит что вообще больше не буду закладывать возможно возможно разочек закладу обычных цыплят от моих кур потому что ну нужно что же вылупить но это пусть пройдет хотя бы месяц чтобы мои вот эта вся малышня или я ее продал или она выросла и на улице потеплело их можно будет выпустить хотя бы в общий двор пусть уже бегают со всеми потому что ну просто некуда размещать их что так как-то кажется темновато некуда размещать некуда садить так что никаких цыплят сейчас не будем выводить ну и вы сами видите как бы сильно выпустить их куда-то нет места поэтому выводить перепелов это самое лучшее что можно из-за того что им не нужно место они сидят в закрытом пространстве буду смотреть как там может как бы продам молодежью может на мясо но может немножко и парочку клеток надо будет докупить ну короче посмотрим вот такие вот дела как-то темненько до снимает что-то мне так кажется смотрите отсадил от этих самцов и тоже я бы их высунул туда но вытянул клетку туда там где сейчас бралерки но вот холодно у нас заморозки ночами то есть такое прям похолодание до нуля и вот они молодые еще я их боюсь туда вытягивать посадил их сюда в клетку конечно это не очень хорошо наверное завтра и вытяну но ночь пусть посидят здесь это я отсадил отсюда самцов и смотрите какая-то какая-то перепелочка фокусируйся какая-то сила дониха снесла яйцо снесла яйцо красивое хорошее по породе выловил не знаю там 12 вроде самцов или 11 ну вроде 12 я ловил и там конечно еще есть но больше никто не курлыкает но каждый день когда буду приходить кто-нибудь курлыкнул я его выловил туда забрал потому что у некоторых спинки лысоватая и пусть пока еще сидят без самцов ну где-то недельки полторы две пока вторые подрастут тут как бы перепелята два выводка с разницей в 10 дней или в 9 ну что-то такое поэтому вот тебе больше еще две недельки будут сидеть без самцов они немножко отдохнут потому что самцы для курочек это ужасно вот здесь хоть здесь были все красивенькие курочки но вот подсадил самцов и уже несколько штук с лысой спиной вот очень вот смотрите посмотрите вот это так быстро они друг друга ну как бы самцы очень гиперактивные и вычесывают им новый дергивает коготками им перо на спине поэтому чем можно дольше ну как можно дольше держать самок без самцов ну вот так да тут тоже поубирал выгребал свеженьких отилок насыпал но старые не все выкинули отсюда выкинул тут у все-таки водоплава еще тут было прям мокро а тут сухое а вот туда подсыпаю поросятам они там что-то перебивая перебирают и помет перебирают и корм что-то короче им нравится ковыряются там молодцы ну вот видите тут гусеночек он как-то и не хочет выходить вон в углу сидит ну короче мне это не нравится но что я могу с этим сделать так как такое есть ну как будет так будет я я не буду с ним присюкаться у меня просто физически на это опять же спадете физически на это нет времени так что он и так как бы хорошо рос так что все нормально тут из цыплят из брамочек один мне прям какой-то легкий вот этот что ли прям веса в нем нету вроде нет вот еще прям хуже вот такой прям какой-то сонный стоит они пьют антибиотик но как будет уже так и будет я вам показал что последних я выковырял вообще на двадцать четвертый день так что я не знаю что с ними будет у меня дома начался вывод это уже первый вывод из яиц от моих обнуленышей ну это что там понятно было в пока я сюда и шел уже было 12 штучек ну короче короче выводятся выводятся а мне их некуда садить понимаете да да выводился да выводился птички эти эти тоже растут куда их высаживать куда их высаживать они уже тоже вот как хорошенькие прям хорошенькие обрастают толстенькие мне нравятся прям все плюс-минус ну относительно ровненькие вот такие прям прям красавчики пузатенькие ну растут выпивают за день вот четыре с половиной литры три раза за день ставлю вот и им хватает так что вот так а эти эти тоже не выпивают а выливают он вся подстилка мокрая хоть что делай вот буквально им и им налил одновременно воду то есть тут вон чуть-чуть тут чуть-чуть а тут воды нету ну еще вы ждете вот как с ними работать если бы сидели на сетке то есть на пеленке был бы конечно ужас наверное будем сейчас с вами делать переселение потому что это невозможно они хоть и чуть-чуть меньше цыплята там небольшие так что будет все будет все нормально она там Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы видите вот этот гусь? Он сейчас будет выселяться вообще на улицу. Хозяин тут мне! Я тебе сейчас... Слушается, отошел. Я тебе сейчас повозмущаюсь. Не всех высадил, но, наверное, на сегодня переселять хватит, потому что тут не сильно большие. Думаю, если там через день я их туда пересажу, ничего не поменяется, будет нормально. Вы сами видели, это все происходило на ваших глазах. Вроде, если так подумать, то пять, то десять, то пятнадцать яиц, то десять цыплят, то пять. Она выводилась. Капец! Ну, в общем, чуть-чуть утят осталось. Это индоутятки. И там один еще... Не, индоутенок. Вот этот, он был маленький, но уже чуть подрос. Но еще денечек и вообще будет хороший, так что пусть денечек еще посидит, посидит здесь. Ну, они, конечно, вон, видите, поменьше, но они разберутся и все будет нормально. Они сейчас освоятся. О, видите, этот подошел попить. Попил, он раз-раз поел, знает, где попить, поесть. Ну и на этом все. А там... А там посмотрим, как будет. Вот такие дела. Знаете, сегодня нету яиц. Кормление будет, да? Кормление. Ой. Читаю в комментариях сегодня. Пишут, о боже, Пепка. Пепка. Нельзя слова сказать. Говорю Пепка, она мне гавкает. Пепка. Пишут, пишут, Пепка родила. И потом спрашивают, ты что не говорил? А я, друзья, я все вам говорю. Все-все говорю. Если вы задаете такие вопросы, значит, вы не смотрите ролики. А я вам все-все говорил, как Пепка родила, почему, что, Порос все снимал, все рассказывал. Так что ко мне никаких претензий. Да, Валенки? Ну, вот так. Бутузики. Как быстро, как быстро идет время. Буквально, буквально только Поросилась уже две недели на носу, да? Какие уже в спинках широкие. Красавчики. Мамка, молодец, кушает. Наверное, я перестарался сейчас с едой. Но надеюсь, что к утру поест. Не хочу сейчас выгребать. Не поест, выгребу с утра. Пепка уже схуднула. Прям видно хорошо. Но... Ой, тебе бы запустила. Но все равно толстая. На самом деле, как бы, две недели кормит поросят. А такая прям... Прям бочончик такой хороший. Вот так. Да, знаете, время настолько быстро летит. Получается, что Пепка Поросилась в день, когда я купил Бролера. Если я не ошибаюсь, да? Получается, завтра четверг, завтра Порося там... Ну, получается, купил Бролера, а потом Пепка Поросилась. Можно сказать, она не... Не завтра Поросилась. Ну, две недели ей будет, а послезавтра. Вот так. То есть, как бы, сегодня 12. Ну, просто как быстро. Вот уже завтра буду опять взвешивать Бролера. Неделя прошла. Ну, знаете, вот эта холодная погода на улице. Апрель был настолько теплый. Даже среди ночи выходишь на улицу, и тепло. А сейчас... А я вот выселил Бролерков, и... Ну, вот, как бы, холодновато. Мне кажется, что они чуть-чуть могли бы расти лучше, если было бы тепло. Ну, то есть, вы сейчас скажете, включите им лампу там, но не включил лампу. Они не такие маленькие, все с ними нормально. Но могли бы быть крупнее, если бы было тепло. Так что... Так что... Вот такие дела. И вы не доели. Дурын-душки. Вот так. Спасибо всем, кто пишет по поводу... Да нету яйца. Нету. По поводу заказов на яйцо. Ну, как бы, я постараюсь... Постараюсь удовлетворить... Ну, как бы, яйцом всех. Но это тоже будет все со временем. Вот, как бы, я считаю, за два дня снесли 28 штук, если я не ошибаюсь. 5. Ну, вот, сразу же, смотрите. Это разбито, да? То есть, это не подходит. Это мелковато. Это не подходит. Вот это тоже не подходит. Мелковато. Это не подходит. Но знаете что? Как бы, когда вы купите... Ну, вот, никогда... Ну, как бы, когда я буду отправлять, то я вот посчитаю яйцо, за которое нужно заплатить. А вот это яйцо, ну, как бы, его тоже жалко выбрасывать. Не нойте, нету яйца. А, я его тоже не буду выбрасывать, я его вам же отправлю. Вот сколько будет мелкого, но оно пойдет как бонусом бесплатно. А там уже вылупится цыпленок, вырастет поменьше, уберете на мясо, перепилятие на мясо дорогое. Вырастет хороший, толстый, оставите на яйцо. Так что, ну, вот так. Это я к тому, что я не могу, уже вам в который раз говорю, и все равно получаю сообщение... Не нойте! Не нойте! Получаю сообщение, мне 100, а мне 200. Столько яйца не будет. Просто физически они не могут столько снести. Я уже в который раз повторил. Знаете, тихо. Хочу провести эксперимент. Тихо, тихо. С перепелками эксперимент можно проводить, потому что я вам сказал, что... Не нойте! Не нойте! Хватит ныть! Потому что я все равно буду инкубировать перепелов. В чем заключается эксперимент? Та не нойте! Не нойте! Нету яйца! Я им сегодня скормил около 30 штук, которые были с инкубатора. Они с удовольствием тут поживали, а теперь мне нельзя на секунду к ним зайти. В чем заключается эксперимент? Мне попалось видео в ТикТок. Нет, неправильно говорю. Мне скинула его Валентина Гефель. Вам привет, если вы смотрите. Ну, вроде под каждым роликом я вижу от вас комментарии. Спасибо большое за такую длинную дружбу. Мы... долгую дружбу. Я с вами, ну, как бы заочно знаком, можно сказать, с начала ведения канала. И вот мне Валентина скинула ролик, а я перешел на канал этих людей. Вот, ну, как бы они тоже перепелками занимаются. И там закадровый голос, ну, возможно... Не нойте, пожалуйста! Не нойте! И ты не ной! Нет яйца! Нету! 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 Не нойте! И там за... Где моя метла? Они только метлу понимают. Я не могу вам рассказать. Мне нужна метла. Метла это их лучший друг! Чтоб песенки тут не петь. Тихо! Тихо! Все? Замолчали? Тихо! Вы на меня не ругайтесь. Я их не бью. Я их не бью, я их пытаюсь заткнуть. Это разные вещи. Они сами понимают, что... Ну, что понимают? Они не... И мне больно, я их не бью. Так что не надо мне там писать, что я плохо к ним отношусь. Нет. Я их очень люблю и все равно к ним отношусь. И, в общем, там закадровый голос. Там они показывают, ну, как бы тоже про перепелок, про свою перепелиную ферму, инкубацию. Ну, в общем, то же самое, что и я. Ну, как бы просто на свой лад каждый человек по-своему снимает. Это не важно. И вот закадровый голос говорит, что не закладывайте в инкубатор яйца, не делайте вот эту ступенчатую подкладку яйца, как делаю я. Лучше положите это яйцо в холодильник. Типа, не переживайте. Хочу прям вам в лицо. Это, ну, как бы с глазу на глаз. Говорит, типа, не докладывайте это в инкубатор. Там, например, раз через неделю появилось яйцо. Это значит, до вывода еще 10 дней, да. И появилось у вас новое яйцо. Не закладывайте. Тихо. Метла. Метла. И положите это яйцо в холодильник. И потом, когда у вас выведется, вы достаньте яйцо с холодильника. И оно у вас будет все с зародышем. Не переживайте. Типа, нам когда-то из-за границы ехало яйцо целый месяц. И мы заклали в инкубатор. И типа, в холодильнике. Ну, я не знаю. Может, в машине в холодильнике. Я не знаю. И типа, мы заклали в инкубатор, и все было нормально. Я, конечно, в это не верю. Но кто я такой, чтобы это не проверить, да? Как бы, как вы считаете, сможет ли яйцо, пролежавшее в холодильнике, ну, не то что месяц, хотя бы две недели. Как бы, по идее, двухнедельное яйцо должно быть уже пропавшим. Ну, не пропавшим, а с мертвым зародышем. А тут говорят, что месяц в холодильнике, и все у вас выведется, все будет хорошо. Такой длительный немножечко эксперимент. Но хочется его попробовать. В холодильнике есть. Но, знаете, даже теперь интересно. Ну, вот так. Я сейчас попробую отправить людям, я думаю, будет у меня окно или не будет, и собрать себе яйца. Хотя можно для эксперимента не переводить вот это яйцо, а взять яйцо от обычных курочек. Будет даже лучше, да? Как бы, если пропадет яйцо за такой длительный срок, то не страшно. А если не пропадет, представьте. Представьте, какая умная девчонка. Прям интересно. Прям интересно. Так что вот так. Еще пишут, типа, мне так нравится. Тихо. В комментариях пишут. Мне от обнуленной шеи с верхней клетки. И еще можно с нижней клетки. Ну, тут же ж эта цена, как я купил, а здесь подешевле. Подешевле. Так что, если вдруг кто-то хочет, то я могу и то, и то отправить. Так что пишите. Пишите. Все. Надо окна закрывать. На улице холодно. Чтоб детвора не померзло. Потому что, видите, кучка улица в кучку. Мне это не нравится. Не нойте. Не нойте мне тут. Я даже не собираю в банке. Пусть лежат, как бы. Это не проблема. Ну, за четыре, за пять дней собрать. Ну, и отправить. Вот снесли паразиты. Опять двухжелтковые. Ну, как есть. Как есть. Вот так. Ну, ладно. Разбитая. Где моя мелкая чучундра? Она уже подросла, почти догнала. Она... Опачки. Все. Вот такие вот дела. Сейчас закрою. А, я думаю, что они кучкуются. А я метлу взял и дверь не закрыл. Да вы виноваты, что цыплята мерзнут. Сейчас, секундочку. Надо закрыть. Потому что холодно. Это неудобно. Но закрыть можно. Все. Совсем скоро тут тоже будет раз. И вот мне интересно, будут ли тоже здесь, ну, как бы, рябенькие яйца. Если будут, то сколько? И если будут, то нужно каким-то образом их извлечь оттуда. А каким? Я вам уже говорил. Беру перепелочку по утру. Перепелки к вечеру несутся. По одной. Сажаю сюда в клетку. Этих уберу на мясо, как бы, лишних. Сажаю в клетку до вечера. Она сносит яйцо. Если оно голубенькое, кабельную стяжку ей на ножку и обратно. И таким образом перебрать, удалить всех перепелов, которые несут рябенькое яйцо, а не голубенькое. Вот такое. Чтобы только вот такие голубенькие выкатывались. Ну, вот такие дела. А еще у меня перепелки могут нести черный жемчуг. Смотрите. Видели, какая красота? Мелкая, размером с ноготь. Вот такое маленькое яичко. Можно опять его отдать моей подружайке. Вот она. Сейчас мне палец сожрет. Вкусно? Пип. Пип. Насадки какие. Насадки длинные. Ну, вот такие вот дела. У этих обормотов тоже поубирал. Ну, вот так, как бы, видите, у них тут кучкуются немножечко. Тоже, тоже свежо. Подстелил такой потолще слой опилочек. На ночь я им, конечно, свет вот так выключаю. Ну, а пока я тут лажу, чтобы они тоже покушали, попили. Ну, и пусть ложатся спать. Получается, уже завтра, четверг, они у меня две недели живут. И мне интересно их взвесить. Завтра будем взвешивать. Один бролерок, что-то с суставом. Ну, такое тоже бывает. Как бы, нельзя сказать, что это выбраковка. Но могу сказать, что он уже отстанет в росте. И просто нужно будет его убрать совсем скоро. С самого первого. Потому что, ну, как бы, во-первых, лапка болит. Он ее немножко вот так вытягивает. Наверное, вот этот самый маленький. И он сразу отстанет в росте. Только перевод корма. Ну, и, как бы, и мучение саму цыпленку. Как бы, в нем полтора киловосемьсот вырастет. Может, недельку еще подержу. И все будет такой небольшой. Небольшой цыпленок. Можно сказать, табака. Ну, вот так, друзья. Все. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...